Среди общей картины элитных коттеджей в поселке Толга выбивается вот этот покосившийся дом. 8 лет после крупного пожара его восстанавливает пенсионер, военный в отставке, инвалид второй группы Валентин Кудинов. Все здесь мужчина делает собственными руками, параллельно воюя в судах. 10 минут работы и 5 минут отдышки. Инвалидность 56-летний майор Запаса заработал на нервной почве. 8 лет назад в доме случился пожар. В одной из квартир вспыхнул газовый баллон, взрывом выбило стекла, огонь уничтожил большую часть конструкций. В результате пожара человек один погиб, хозяин квартиры, будем так говорить. Вот за 8 лет вошел, превратил здание. После пожара дом признали аварийным, а всех погорельцев, чьи квартиры были в соцнайме, переселили. Валентин Кудинов, собственник программы расселения аварийного жилья, постройка не попала и мужчина остался у разбитого корыта. Пришлось выживать на пепелище. Крышу золотал, утеплили стены, но этого мало. Гниющие конструкции разрушают фасад. Еще хуже ситуация в соседнем помещении. Здесь отключен свет, нет канализации и отопления. Регулярными гостями стали местные бомжи. Когда тепло, место где-то надо, здесь видишь, что дом как бы он бесходно стоит. Влезали сюда. Вот и приходится мне иногда охранять вот эту территорию. А самое интересное то, что сейчас момент может получаться то, что летний каникул наступает. В том году ребятишек отгонял. Не то что грубо, а как бы убедительно просил, чтобы не лезть в этот дом, потому что может завалить. Вот так любимая земляна, которой 22 года проживает семья Кудиновых, превратилась в особо охраняемую зону. Съезжать мужчина не планирует и уже как год судится с мэрией. Просьба одна – дать возможность сделать в доме капитальный ремонт и признать пенсионера собственником разрушающихся стен и земли. То есть вы готовы сами все здесь делать? Так я готов снести этот дом, вот эти вот оставшиеся. Вот эта помойка, которая по-другому, я уже никак не могу сказать. Вот это то, что творится здесь. Все прибрать, чтобы было в натуральном, человеческом виде. В мэрии парируют. Закон не позволяет, по сути, подарить мужчине часть дома и землю. Но варианты решения вопроса все же есть. Мы на сегодня готовы с господином Кудиновым выйти на переговоры, рассмотреть варианты. К сожалению, в мэрию он пока к нам не обращался. Варианты для решения вопроса в нашем понимании есть юридически правильные. И я думаю, что при обращении в мэрию города Ярославля мы будем искать способы решения этой проблемы. Это и помощь в ремонте со стороны мэрии и продаже аварийных помещений, находящихся в муниципальной собственности. К чему приведет диалог власти и жителя, трущоб, расскажет Первый Ярославский. Впрочем, ситуация может поменяться уже 22 июня. Именно на эту дату запланировано очередное заседание суда. Светлана Доброхотова, Сергей Ватин. День событий.